Время новостей на телеканале Санкт-Петербург. В студии Екатерина Ингалычева. Вот главные темы. Волонтеры это звучит гордо. Губернатор Александр Беглов провел встречу с петербургскими добровольцами разного возраста. Музыка Штраутса в цветочных композициях. Гостей фестиваля «Императорский букет» в Павловске ждут сюрпризы. Я бы в слесарь пошел. Федеральный этап конкурса «Профмастерства» собрал участников из 23 регионов. Губернатор Александр Беглов сегодня принял участие в заседании комиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения, которую провел вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. Глава города сообщил, что уже подготовлена градостроительная документация для будущего туристического кластера Санкт-Петербург-Марина. Он отметил, что внесены изменения в генплан и созданы предложения по корректировке правил землепользования и застройки. Губернатор Александр Беглов напомнил, по итогам доклада президенту, проект Санкт-Петербург-Марина вошел в состав федерального проекта «Пять морей» и озеро Байкал. Город совместно с инвестором разработал дорожную карту проекта. Первый этап создания кластера предусматривает строительство школы яхтенного спорта и яхт-клуба. На втором появятся уникальные общественные пространства, в их числе набережные и парковая зона вдоль Финского залива. В Горской будет создана самая большая Марина Европы. Планируется, что дополнительный туристический поток составит почти полтора миллиона человек в год. Будет создано около семи тысяч рабочих мест. Петербург инвестирует в развитие управленческого потенциала города и получает качественный результат. Сегодня в Сомольном губернатор Александр Беглов вручил дипломы выпускникам губернаторской программы подготовки резерва управленческих кадров и поздравил их с успешным окончанием обучения. Программа рассчитана на три года и состоит из двух учебных модулей. Первый нацелен на повышение личной эффективности участников, второй посвящен формированию управленческих команд. Причем пройти обучение по второму модуле могут только лучшие выпускники первого. Я хочу вас поздравить с окончанием учебы, пожелать вам успехов, удачи, но и самое главное – достойное служение нашему Отечеству и нашему городу. Городу, безусловно, это дает большую команду людей, которые не просто хотят помочь, но они понимают, как помогать, какие для этого нужно использовать рычаги. А также, безусловно, нам, как управленцам, это дает большую поддержку друг от друга. Мы становимся частью одной большой семьи. Сегодня чествовали полсотни резервистов, которые полностью завершили обучение. Это руководители подразделений городской исполнительной власти, представители районных администраций, главы бюджетных учреждений, сферы образования, здравоохранения и ЖКХ, также управленцы городских предприятий. Город, как одна команда. Губернатор Александр Беглов сегодня встретился с волонтерами Северной столицы. Основной темой обсуждения стали инициативы добровольцев и их деятельность. Встреча прошла на площадке выставки «Мой Петербург». Среди участников встречи были волонтеры серебряного возраста и победители международной премии «Мы вместе». Сегодня в городе на Неве в добровольческую деятельность вовлечено почти 220 тысяч человек. Евгений Борисов продолжит. Все главные городские мероприятия, праздник Победы, парад ВМФ, дни памяти, концерты не обходятся без их участия. Волонтеры не только украшают любое массовое событие, они ежедневно помогают детям и взрослым в трудных жизненных ситуациях. На выставке «Мой Петербург» губернатор Александр Беглов обсудил с представителями добровольческого сообщества основные вопросы их деятельности и выдвинутые ими инициативы, а также поблагодарил за самоотверженный труд. Кстати, Петербург – единственный город в России, где действует комплексная система поощрения волонтеров. С 2018 года учреждена награда городского правительства «Знак отличия» за вклад в развитие добровольческой деятельности. Волонтерское движение очень важно. Это движение, которое не по каким-то ресурсам, а просто от души, от сердца. И волонтеры Победы, и Серебряный возраст, и отделение «Мы вместе», наш штаб. Поэтому люди, которые стараются помочь жителям нашего города в самых разных областях и направлениях. В рамках встречи активисты представили главе города свои проекты. Так, например, участники автономной некоммерческой организации «Серебряный возраст» предложили активнее привлекать пенсионеров к волонтерской работе в сферах экологии, культуры, патриотического воспитания и наставничества. Именно пожилые люди, имея жизненный и профессиональный опыт, эффективно помогают в том числе детям из многодетных семей социализироваться в обществе. Глава города также отметил, что волонтерское движение очень важно, потому что оно идет от души, от сердца. И город продолжит оказывать им всестороннюю поддержку. Наши волонтеры активно участвуют в разных мероприятиях по разным направлениям. И я бы сказала, что, наверное, они являются самыми ответственными, самыми активными и всегда на 100% реализуют те задачи, которые перед ними стоят. Сегодня в добровольческую деятельность вовлечено более 200 тысяч петербуржцев, волонтеры серебряного возраста, а их в городе около 3 тысяч, наравне с молодежью, вносят существенный вклад в общую работу. В том числе в вопросах так называемого чрезвычайного добровольничества помогают бойцам СВО. Ты участвуешь во всех спортивных, практически культурных, общественных и других мероприятиях такого замечательного города, как наш Петербург. И не заниматься волонтерством невозможно, потому что это еще и поддержка чисто энергетического уровня. Когда ты кипишь, когда тебе хочется там быть, здесь быть, помочь, рассказать, и дети тебя любят за это. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, волонтеры – это защита и ценные заботы Петербурга и его жителей. Евгений Борисов, Сергей Фролов, Татьяна Климова. Александр Борисов. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. В ходе рабочей поездки в город Побратим Мариуполь губернатор Александр Беглов принял участие в открытии объектов, возведенных специалистами из Петербурга. Один из них – самый крупный в Мариуполе подземный переход на семь выходов, который оборудован пандусами для колясок, электроподъемниками для маломобильных граждан, камерами видеонаблюдения. Губернатор Александр Беглов отметил, в северной столице ведется планомерная работа по созданию безбарьерной среды для удобства жителей с ограниченными возможностями здоровья. Такие же петербургские стандарты мы соблюдали и в городе Побратиме, подчеркнул глава северной столицы. Губернатор Александр Беглов посетил и один из самых знаковых объектов культуры Мариуполя – драматический театр. Над его восстановлением также трудятся петербургские специалисты. Наша задача – исторически восстановить все, каким он был на сегодняшний день. Естественно, вся начинка у нас современная, как мы сегодня и запроектировали, но он должен остаться таким историческим. Это символ Мариуполя. Строители из Петербурга создали в Мариуполе новое общественное пространство, благоустроили целый квартал с детскими площадками и фонтаном. Важно отметить, северная столица подарила городу Побратима уже восемь новых фонтанных комплексов. Особое внимание специалисты из Петербурга уделили работе по благоустройству городского сада. В нем также появились новые фонтаны с современной системой водоочистки, принятой в городе Наневе. Депутат Государственной Думы Михаил Романов встретился с участниками специальной военной операции в патриотическом объединении «Эленрезерв». Парламентарий является координатором рабочей группы Государственной Думы по вопросам СВО в Санкт-Петербурге. Обсудили оказание помощи бойцам на федеральном и региональном уровнях, в том числе в трудоустройстве и получении жилья. Бойцы обратились к Михаилу Романову с просьбой оказать содействие в прохождении реабилитации, решении жилищных вопросов и поддержке семей участников СВО. Музыка цветов и паровозов. Фестиваль «Императорский букет» пройдет в эти выходные в Государственном музее-заповеднике Павловск. В этом году праздник посвятят началу воссоздания Павловского музыкального вокзала. Первая русская филармония, так называли вокзал, была центром культурной жизни Павловска и всего Петербурга 19-го и 20-го веков. С инициативой восстановить здание выступили железнодорожники. Здание достаточно хорошо задокументировано. Есть и проекты архитектора Штыкеншнейдера, который, собственно, и являлся автором изначального проекта здания вокзала, построенного в 1838 году. Когда здание сгорело в 1844 году, он же здание восстановил. Гостям праздника предложат отправиться в цветочно-музыкальное путешествие. Маршрут будет пересекать 10 станций полустанков, каждый из которых украсит своя флористическая композиция, посвященная определенному произведению Иоганна Штрауса. Гости праздника смогут перенестись на бал, примерив цветочное бальное платье. Главную композицию музыкальный вокзал установят возле цветочной горки. Каждая площадка будет сопровождаться музыкой. А здесь, в собственном саду, будет арфа. У итальянской лестницы будет флейта, то есть, которая будет напоминать пение птиц. На кругах будет звучать духовой оркестр, и все это будет подкрепляться вальсами Штрауса. Центральным событием музыкальной программы станет гала-концерт Фабио Мастранжело «Музыка вокзалов». В завершающий день перед гостями праздника выступит группа «Цветы» Стаса Намина. Фестиваль спорта «Медный всадник» пройдет в Петербурге уже в эти выходные. В программе соревнования по триатлону на среднюю и железную дистанции участвуют профессиональные атлеты и любители. Также в программе женские и детские забеги. В соревнованиях примет участие почти 4000 человек из 12 стран мира, в том числе из Германии, Турции, Нидерландов, Швейцарии и Белоруссии. Нашу страну на старте представят атлеты из 68 регионов. Самому возрастному – 78 лет, самому молодому – 19. Также зарегистрировано более 100 команд, желающих принять участие в эстафете на средней дистанции. Участников велоэтапа соревнований примет западный скоростной диаметр, а завтра спортсмены преодолеют дистанции протяженностью 90 и 180 километров. Движение транспорта по ЗСД будет частично закрыто уже этой ночью. Так, до 14 часов не проехать по участку от развязки с трассы Скандинавия до съезда на Благодатную улицу. Закрывается движение в направлении с севера на юг, в обратную сторону проезд свободный. В том же направлении до 16 часов закроется движение от развязки с трассы Скандинавия до съезда на набережную Макарова. Будут закрытые съезды по пути движения спортсменов. Кроме того, частично ограничат движение по Приморскому шоссе и Приморскому проспекту. По набережной Мартыново и некоторым улицам на Крестовском острове все ограничения указаны на сайте Комитета по транспорту. От их мастерства зависит погода в доме. В Петербурге сегодня состязались слесари по ремонту котельного оборудования. Участники приехали из 23 регионов нашей страны. Федеральный этап конкурса «Профмастерства» прошел на площадке ГУПТЭК, одного из ведущих теплоэнергетических предприятий Северо-Запада. Какие задачи поставили перед специалистами и как они их решали, расскажет Мария Бенчарова. Рабочее место готово, можно начинать. Слесари внимательно, без спешки проверяют исправность насосов котельной. Эта сложная инженерная система рождает тепло без права на отдых и потому требует тщательной диагностики. Андрей Шамшадинов в профессии больше 30 лет. За это время вывел для себя правило – безопасность превыше всего. Недаром говорят, что каждая строчка в технике безопасности крови написана. Так что работа в очках, касках, перчатке – это обязательно. Не только практика, но и теория. У 34 мастеров проверяют также технические знания. Например, как выявить слабое место агрегата, только лишь взглянув на него. Открыть крышку подшипника, посмотреть визуально его состояние, выполнить замеры, определить дефекты и сделать заключение о методе ремонта этих подшипников и пригодности этого подшипника к эксплуатации. Конкурс «Лучший по профессии» проводится с 2012 года. Его цель – повысить престиж рабочих специальностей и привлечь кадры. Для этого же на петербургских предприятиях развивают различные проекты. У нас реализуется и проект наставничества, и проект 35 на 35 для молодых руководителей, чтобы 35% руководителей было моложе 35 лет, 4 года уже реализуется этот проект. Этому проекту дал старт губернатор Александр Мичблеглов. К тому же условия работы в прямом смысле слова стали экологичнее. Сегодня движущая сила всех городских котельных – газ и электроэнергия. А не мазут, как было раньше. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина все оставшиеся котельные были переведены, городские котельные были переведены на экологические виды топлива – это газ и электроэнергия. Безусловно, без участия Александра Мичблеглова, без его контроля над этим процессом все это происходило гораздо сложнее и гораздо дольше. В конкурсе принимают участие рабочие со всей страны из 23 субъектов России. Имена победителей назовут уже завтра. Мария Гончарова, Андрей Спиридонов и Дмитрий Недодаев. Новости телеканал Санкт-Петербург.